Хладнокровие южнокорейской команды чесночных девушек на Олимпиаде в Пхёнчхане родило в стране новое повальное увлечение. Теперь многие заинтересовались кёрлингом. Чесночную и женскую команду назвали по месту её происхождения. Она из выезда Иссон, который знаменит выращиванием чеснока. На Олимпиаде в Пхёнчхане девушки завоевали серебряную медаль, победив таких тяжеловесов, как канадцы. И это учитывая то, что Южная Корея впервые отправила кёрлингисток на Олимпиаду лишь в 2014 году. Теперь в любительских клубах по игре в кёрлинг нет отбоя от посетителей. Наша женская команда по кёрлингу на Олимпиаде играла очень хорошо. Меня это очень заинтересовало, и я пришёл сюда, чтобы чему-то научиться. Я обнаружил, что кёрлинг – очень приятный спорт. В него может играть каждый, даже коньки не нужны. «Во время Олимпиады кёрлинг стал очень популярным. Мне каждый день много звонили. В феврале в клуб онлайн записалось около тысячи человек». О популярности кёрлинга говорят и продажи в детском магазине игрушек. Особый интерес вызывает эта настольная игра. «Раньше эта игра была в углу, но мы переместили её в центр. Обычно за неделю продавалась одна коробка. Теперь мы продаём по две-три коробки в день». В соцсетях же появляется всё больше шуточных роликов на тему кёрлинга. Обычно эту тему обыгрывают с роботизированными пылесосами и швабрами. В Южно-Корейской Федерации кёрлинга надеются, что повышенный интерес к игре приведёт к призовым местам на международных чемпионатах. «Кроме того, мы должны строить больше стадионов для кёрлинга, чтобы этот вид спорта вошёл в список элитных». Олимпиада в Пхёнчхане стала настоящим прорывом не только для Южной Кореи, но и для Азии в целом. Бронзовую медаль в женских соревнованиях выиграла Япония.